Людмила Ивановна ветеран службы исполнения наказания. В 7-й женской колонии работала с 82-го года по 2003-й. Львиную долю времени начальником отряда. Сейчас пенсионерка возглавляет совет ветеранов УФСИН. На предыдущее место работы пришла с экскурсией, чтобы посмотреть, как изменились условия в зоне. И была очень удивлена. В магазинах полки ломятся от товаров, в корпусах пластиковые окна, даже пандус установлен для людей с ограниченными возможностями. Раньше здесь были деревянные бараки. О комфорте и речи быть не могло. Раздевалок не было. Туалеты, как я вам сказала, на улице. Один большой умывальник на весь этаж. Если нет раздевалки, сапоги, телогреки, форма раньше была такая, то это соответствующий запах. И если там в секции живет по 100 с лишним человек на трех ярусах, то это очень тяжело. То есть, если даже подъем, вот можете представить, что там 6 человек падает в один проход одномоментно, то есть это и скандалы и прочее, ну то есть как бы неудобства, чисто такого социально-бытового характера, то, конечно, сейчас вопросов нет. Это отряд облегченного содержания ИК-7. Первый шаг на пути к свободе. Здесь фактически в условиях санатория содержатся заключенные, характеризующиеся положительно. Те, кто готовится выйти условно-досрочно. Уютно почти как дома. Светлана отбывает наказание повторно. В Ивановской зоне петербурженка впервые. На кухне все необходимое. Холодильник, микроволновка, электрический чайник. Есть горячая вода. Женщина приятно удивлена. Тем более сравнить есть с чем. 20 лет назад она сидела в Пермской колонии. Раньше такого вообще даже близко не было на самом деле. Начиная от белья от постельного, кончая вот таким вот мелочью бытовым условием. То есть ни горячей воды не было, никаких-то там средств, ну элементарных, вот которые там женщине надо, неважно, там женщина или мужчина, гигиена какой-то, этого ничего не было вообще. Сейчас это все решаемо, все решают, помогают на самом деле. Это видно. Ремонт. Если раньше там были, действительно, трущобы. То есть был барак, он и был барак. Сейчас такого нет. Современная зона сильно отличается от представлений ее в фильмах и даже новостях. Над улучшением социально-бытовых условий упорно работают сотрудники уголовно-исполнительной системы. Здесь нет инфекционных заболеваний, условия проживания на уровне. И с каждым годом все лучше. В этой колонии я нахожусь с 2000 года, еще до 2019 года буду сидеть. Хотя сейчас можно было бы уйти по УДО, но я отсидела в ШИЗО. Форма одежды поменялась у нас. Стали нам брюки давать, раньше нам не давали. Сейчас зимой нам тепло, потеплее пальто. Стали у нас сейчас вот в этом году на синтепоне с воротниками его давать, теплые бурки. В следственном изоляторе тоже все для людей. Три года назад обзавелись системой видеонаблюдения. Она нужна, чтобы предотвращать возможные побеги и нарушения режима содержания. Изображения со 150 камер передают на пост дежурного. За жизнью обвиняемых и подозреваемых следят 24 часа в сутки. Система видеонаблюдения практически оборудована около 30% камер следственного изолятора в обязательном порядке. Это камеры для содержания несовершеннолетних, это камеры для содержания вновь прибывшего спецконтингента и камеры, где содержатся лица по одному, то есть камеры для одиночного содержания. При выявлении какого-либо нарушения оператор видеонаблюдения может напрямую дать информацию на пост, напрямую дать информацию дежурному помощнику начальника следственного изолятора и какая-то нештатная или конфликтная ситуация предотвращается мгновенно. Несовершеннолетние осужденные, а их в СИЗО 6 человек содержатся в улучшенных условиях проживания. На каждого приходится 5 метров жилплощади. В камере есть изолированный туалет и даже телевизор. Тоже недавнее улучшение. Ежедневно участвуют в различных воспитательных мероприятиях, выводятся в спортивный зал, выводятся в комплекс воспитательной работы, психологами работают. При посещении священнослужителя, также посещают священнослужители, ведется сейчас вот с 1 сентября опять учебный процесс. Приходят учителя и в зависимости от того, в зависимости от того, в каких классах они учатся, их обучают. В коридорах перед камерами несовершеннолетних развешаны картины, стоят горшки с цветами. Офицеры отмечают, все создано для эстетического воспитания подростков, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Гордость следственного изолятора – медицинская часть. Здесь на современном оборудовании обследуют поступивших и лечат тех, кто ждет судебных заседаний. В дневном стационаре 12 коек. На вооружении медиков аппаратура для реанимации. Недавно приобретенный дефибриллятор-монитор уже использовали по назначению. Позитивные изменения в пищеблоке. Питание трехразовое, продукты доставляют из других учреждений системы ФСИН. Продукты натуральные в рационе – молоко, творог, яйца, свежие овощи. Одного супа на 850 содержащихся в следственном изоляторе готовят 250 литров ежедневно. Свои нормы для больных и беременных. Раньше был очень ограниченный вид продуктов, то есть их было очень мало. В основном это была крупа, капуста и рыба не очень хорошего качества. То есть оно как бы было ограниченное, была проблема с тем, что приготовить. Сейчас с этой проблемы нет, так как мы с каждым разом все разнообразнее делаем виды. У нас появились порционные блюда, которых раньше не было. Остановиться в развитии, шутят сотрудники службы, невозможно. Вектор направления задает спецконтингент, стимулируя ремонты, улучшение питания и вещевого довольствия регулярными обращениями к уполномоченному по правам человека.